Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев направил поздравительное послание всем выпускникам школ страны. Всем выпускникам школ страны. Дорогие мои дети, уважаемые выпускники школ. Прежде всего, хочу поздравить всех вас с тем, что вы вступаете в новый, еще более ответственный этап вашей жизни, оставляя позади прекрасные школьные годы, прощаясь с родной школой и заботливыми учителями. В этот радостный день во всех школах страны звучит последний звонок. Около 438 тысяч выпускников получают аттестат зрелости. Это событие очень волнительно не только для вас, дорогие мои дети, но и для нас, родителей, учителей и наставников. Ведь вас, таких целеустремленных юношах и девушках, полных сил и энергии, чистых помыслов и светлых надежд, мы видим еще один практический результат наших усилий в ключевой для нас сфере образования и воспитания. Видим будущее нашего народа и нашей Родины. В течение последних двух лет вам пришлось жить и учиться в условиях пандемии, преодолевая трудности. Несомненно, в скором времени эти непростые дни испытаний уйдут в прошлое. Убежден, что все вы, как представители молодого поколения, получившего образование и воспитание в новом Узбекистане, в соответствии с требованиями современного развития, будете ценить и эффективно использовать все возможности, создаваемые для вас нашим государством и народом. Дорогие мои сновья и дочери, как вы знаете, мы придаем большое значение образованию и воспитанию, являющимся важнейшими факторами в достижении поставленных нами высоких целей. За короткий срок в системе дошкольного, высшего и среднего специального образования осуществлены важные реформы. Развитие школьного образования на основе принципа «Новый Узбекистан» начинается с порога школы, превратилось в общенародное движение. Следует отметить, что за последние четыре года были построены 134 новые школы, реконструировано, капитально отремонтировано и оснащено 2965 школ. В нашей стране создаются абсолютно новые по форме и содержанию современные президентские, творческие и специализированные школы. В настоящее время в республике действуют более 10 тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ, действующих на основе государственно-частного партнерства. В частности, организовано 56 специализированных школ по математике, 28 по химии и биологии, 14 по информационным технологиям. Мы последовательно продолжаем эту работу и в последнее время уделяем особое внимание открытию специализированных школ физики и иностранных языков. Особо отмечу, что уже в сентябре этого года начнут действовать 14 таких школ по физике и 207 по иностранным языкам. Самое главное, получая такое образование и воспитание, наши дети занимают призовые места на международных предметных олимпиадах, в творческих фестивалях и конкурсах, поступают в престижные вузы в нашей стране и за рубежом. Это подтверждает тот факт, что за последние полтора года наши одаренные школьники, участвуя в международных олимпиадах, завоевали 4 золотые, 18 серебряных, 30 бронзовых медалей. В нашей стране придаются важное значение достойному стимулированию нелегкого труда представителей благородной профессии, учителей, педагогов и наставников, улучшению условий их жизни, повышению статуса в обществе. Одним из примеров такой поддержки может служить внедрение механизма материального стимулирования победителей международных предметных олимпиад и их наставников. Начата практическая работа по созданию на основе передового опыта развитых государств мира, учебных программ и пособий нового поколения для школьного образования. В рамках пяти важных инициатив, в настоящее время охвативших всю нашу страну, также проводится большая работа, чтобы вы, дорогие юноши и девушки, могли стать гармонично развитыми личностями. Так, значимым шагом в приобщении детей к миру искусства стала организация деятельности в более чем 800 культурных центрах свыше 4,5 тысячи кружков, обеспечение их музыкальными инструментами и необходимым оборудованием, привлечение 1,1 млн мальчиков и девочек в созданные более 36,5 тысячи школьных кружков. Кроме того, тысячи наших детей регулярно занимаются физической культурой и спортом в более чем 49 тысячах кружков, созданных в школах республики, около 26 тысячах кружков детско-юношеских спортивных школ. Поэтапное подключение всех школ к широкополосной сети интернет, а также открытие в нашей стране 133 учебных центров цифровых технологий, служит формированию подрастающего поколения востребованных современных знаний и навыков в области цифровых технологий. Еще один важный вопрос. Особое внимание мы уделяем широкой популяризации среди молодежи культуры чтения. 201 информационно-библиотечный центр сегодня располагают уже около 25 миллионами книг. Школьные библиотеки в прошлом году получили свыше 150 тысяч новых книг, что, безусловно, имеет большое значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала молодежи. Уверен, что посвященные пяти важным инициативам молодежные форумы и фестивали, в которых с большим воодушевлением участвует молодежь на местах, созвучные выпускным школьным мероприятиям, оставят неизгладимый яркий след в жизни юношей и девушек. Мои юные друзья, в эти незабываемые мгновения, когда вы находитесь на пороге новой жизни, строите планы на будущее, мы хорошо понимаем, что перед вами открываются большие возможности, стоят ответственные задачи. Для осуществления ваших заветных желаний и надежд в вашем распоряжении 137 высших учебных заведений страны, 339 профессиональных школ, 193 колледжа и 196 техникумов. Вы можете получить высшее образование и без отрыва от производства. В 71 высшем образовательном учреждении действуют заочные отделения и в 18 вузах вечерние. Исходя из потребностей сфер и отрасли экономики, за последние 5 лет было открыто 134 образовательных направления бакалавриата, 147 магистратуры. С 2021-2022 учебного года при подготовке кадров в высших образовательных учреждениях поэтапно будет вводиться также и дистанционная форма обучения. В настоящее время наша молодежь имеет возможность сдать вступительные экзамены сразу в 5 высших учебных заведений. Уровень охвата выпускников высшим образованием вырос с 9% в 2016 году до 25% в 2020 году. Наша основная задача – довести этот показатель в текущем году до 28% и к 2030 году до 50%. Для вас, нашей дорогой молодежи, вскоре распахнет свои двери возводимый в столице городе Ташкенте в сотрудничестве с самыми передовыми вузами мира, отвечающие международным требованиям Университет Новый Узбекистан. Дорогие выпускники, любимые мои дети, ради вашего счастья, вашего будущего, в эти дни в стране внедряется еще одна новая система. Представители хакемиатов областей, районов и городов, руководители секторов на местах проводят встречи с родителями и учащимися, выступая с инициативами о создании необходимых условий для всех выпускников. Ни один юноша и ни одна девушка, окончившие школу, не останутся без внимания. Каждый из вас будет ощущать заботу нашего народа, нашей Родины. Обращаясь к вам, молодежи нашей страны, хочу сказать, помните, вы созидатели нового Узбекистана, строители нового Ренессанса. Наши государства и общества и впредь будут прилагать все усилия, чтобы вы могли занять достойное место в жизни. Всегда стремитесь оправдать столь высокое доверие нашего народа. Ставьте перед собой высокие цели и рубежи, эффективно и содержательно используйте свое бесценное время, постоянно повышайте уровень знаний и навыков, овладевайте новыми профессиями, и ваша неустанная работа на пути к заветной мечте, несомненно, станет гарантом и залогом ваших будущих успехов. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Еще раз искренне поздравляю вас с успешным окончанием школы. Желаю всем вам здоровья и больших успехов. Дорогие мои сыновья и дочери, пусть будет уверенным и успешным ваш первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Я верю в вас, мои юные друзья. Шавкат Мерзиёев, президент Республики Узбекистан.